приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание народным приметам на 22 октября поговорим о том что ни в коем случае нельзя делать в этот день а также на какие моменты обязательно стоит обратить внимание чтобы этот день для вас прошел удачно и благополучно друзья прямо сейчас ставим лайк этому видео вам это ничего не стоит нам приятно и так лайк а с нас ценная информация итак друзья сегодня 22 октября и будет очень мощная энергетика если мы рассматриваем народный календарь то 22 октября отмечается яков дровопилец или по-другому называли его яков студеный или день первой каши деревнях в это время начиналось пора заготовки дров на зиму и раньше я кого или по-другому и а кого русские люди к этому занятию не приступали во первых летом всегда хватало и других забот а во вторых считалось что осенняя полена горит жарче всего поскольку из него все ушли соки и вы знаете сегодняшний день 22 октября когда человек может спровоцировать появление в своей жизни несчастье крупных конфликтов и сегодня дата зеркальная дата 23 октября 2022 года и у дня четырех двоек очень мощная энергетика это еще и время праздником богини макош женской магии силы для мужчин которые обидели женщин в этот день скором времени все может сложиться очень плохо поэтому очень важно быстро попросить прощения и помириться чтобы избежать больших проблем вообще в эту зеркальную дату 22 октября 2022 года крайне опасно ссориться даже мелкая размолка может перерасти в какой-то крупный и затяжной конфликт в этот день нельзя позволять темным сторонам своего характера взять вверх так можно лишь приумножить зло а вот православная церковь 22 октября празднует память одного из 12 апостолов и аква алфеева брата евангелисты и апостола матфея приняв с другими апостолами нисходящего духа святого иаков ушел наставлять заблудших во спасении и проповедовать слово божие сначала нес апостольское служение в иудее затем с апостолом андреем в месопотамии проповедовал учения христова таких странах как сирия египет и южная палестина святой иаков много сделал на ниве спасения человечества и многих язычников обратил христианскую веру он закончил свою земную жизнь на путях христовых был распят на кресте а вот хозяйки старались обязательно в этот день сварить кашу и угостить ей всех членов семьи верили что это защитит от множества бед и несчастье и отправляясь в гости в этот день старались обязательно взять с собой гостиниц считалось что иначе человек может оказаться в нищете 22 октября по народным приметам нужно обязательно было испечь из муки нового урожая блины они символизируют солнце и является оберегом от нечистой силы и если раздать по блину своим соседям зимой вас ждет достаток и много радости каким любой другой православный праздник сегодня нельзя нецензурно выражаться бранные слова принесут вашу жизнь негатив если отправляетесь 22 октября на заготовку дров обязательно возьмите с собой хлопковый платочек он убережет вас от дурного глаза также с 22 октября наши предки начинали молодьбу пшеницы обдирание просой и овса после работы женщины готовили каши нового урожая это могла быть и пшеничная и ячневая и овсяная заправляя обязательно салом или маслом обязательно пекли пироги с кашей которыми угощали родных близких и соседей верили в народную примету что отведавший такой пирог будет здоров и силен в течение года а также проживет его в счастье и благополучии также на 22 октября на день якова закрывался и грибной сезон собирали последние сыроежки которые солили или же жарили с картошкой известно нужно было вернуться до темноты чтобы не встретиться со злыми духами которые боялись дневного света но свободно себя чувствовали ночью также сегодня было принято задавривать лесного духа лешего оставляя ему на пне кашу хлеб и его жену которые преподносили в качестве подарка цветной платочек считалось что тогда они помогут выбраться из даже самой густой лесной чаще а также защитят от ран и других травм в лесу девушки 22 октября на собранные сыроежки наговаривали приворотные заговоры и угощали этими грибами понравшегося парня если же он отказывался принимать угощение то девушка это блюдо закапывала под сухим деревом опасаясь что кто-либо другой может съесть и влюбиться в нее конечно же в день якова студеного проводили различные обряды ритуалы читали магические слова от женских болезней и для красоты также в этот день были определенные запреты которые наши предки старались соблюдать главное что нельзя делать было 22 октября в день якова студеного это тратить свои силы понапрасну поскольку народные приметы предупреждает что вместе с ними надолго уйдет и здоровье в день якова студеного рекомендуется планировать все свои действия заранее даже если все задуманное получится закончить раньше времени не надо браться за что-то новое также 22 октября не стоит завязывать новый роман так как он принесет только разочарование нельзя 22 октября есть картофель каши кроме крупяной ее нужно приготовить таким образом чтобы плавала в масле и чем она вкуснее и сытнее тем благоприятнее значит будет год наши предки верили в одну народную примету что такая еда солит стабильный заработок и отсутствие в каких-либо финансовых проблем не рекомендуется в день якова студеного заходить чужой дом с пустыми руками даже если вы и зашли ненадолго 22 октября надо в обязательном порядке хозяевам преподнести какой-то подарок это могут быть и сладости и фрукты сдоба можно деток чем-то угостить вкусненьким тогда по народной примете семья буду жить в добре и в здравии а принесший презент очень скоро наладит свое материальное положение есть вероятность что у него в гору пойдет карьера а значит увеличивается достаток и заработная плата также друзья в этот день 22 октября ни в коем случае нельзя шить и зашивать по народным приметам тот кто возьмет в этот день иглу до конца года будет что-то шить и до подшивать все будет рваться и к сожалению приходить в негодность не рекомендуется и тратить силы понапрасну брать на себя работы больше обычного тоже подработку иначе уйдут и силы и здоровья также 22 октября бы запрещено браться за новые дела так как они могут оказаться неудачными в этот день нельзя рассказывать и о своих снах по народным поверьям если сон был хорошим то обернется плохим и воплотиться в жизни запрещено в чужой дом сегодня заходить с пустыми руками нужно взять с собой угощение или подарок нельзя сегодня вспоминать и обиды старые проблемы вернуться в жизнь человека также в этот день ни в коем случае нельзя ссориться сквернословить ругать и кричать на детей также в этот день не рекомендуется медлите с принятием решением если вы уверены в своих силах смело в бой и пусть вас не смущает отсутствие опыта знаете он придет в процессе ни в коем случае нельзя сегодня игнорировать интуицию она поможет вам избежать досадных ошибок и выровнять курс если не послушаетесь голоса шестого чувства можете окончательно сбиться с пути не стоит в этот день делиться своими секретами и мечтами если вас услышит в этот день темные силы то и планом и намерением не суждено будет сбыться также запомните хорошенько слова которые будут произнесены вами или кем-то еще во сне считается что в эту ночь подсознание хочет вам что-то сказать а если вы сопоставить услышанное в сновидении с тем что говорят 22 октября окружающий вас может посетить озарение тот кто родился 22 октября по праву может стать лидером он знает как вести за собой толпу отличается особым обаянием при этом для него не чужды острый ум изобретательность и умение находить ответы на самые сложные вопросы друзья вот такой у нас с вами день по народным приметам и народному календарю с вами как всегда был канал затерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира львы и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то ведь у которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите там много ценное важное нужно и интересное для вас информации всех вам благ